Доброе утро, фермеры! Мы продолжаем с вами играть в карьеру на карте Фельсброн в ФС-19. Конечно же, утром надо сначала покормить собаку, а то он голодный. На самом деле, я его давненько не кормил, и что-то он даже и не кормится, честно говоря. Всё, работает! Друзья, мы, кстати, не обозвали никак нашу собаку. Придумайте, пожалуйста, ей какую-нибудь... Нихрена ты быстро жрёшь! Придумайте, пожалуйста, ей какую-нибудь интересную, я не знаю, кликуху. Мы её как-то, не знаю, обращались к ней по имени, а то он собака и собака. Конечно, очень много жрёт, съедает буквально просто вот моментом всё это дело. И на мячик ему глубоко, я смотрю, пофигу. Мячик укатывается, ну и хрен с ним, купим ему потом другой. Благо, у нас есть целых 48 тысяч евро. Друзья, я за кадром выполнил ещё несколько контрактов на удобрение полей, пока у нас засеивалось поле, и пока оно цвело, было время. Тут вот есть немножко сорняков, но это так, только по бокам что-то полонник как-то более-менее адекватно работать не хотел. У нас здесь засеяны соевые бобы, которые мы с вами, друзья, сегодня соберём и продадим. И плюс у нас ещё вон на том элеваторе вдалеке хранятся подсолнечники. Там вроде как 28 тонн должно было быть. Давайте посмотрим. Да, 28,265 у нас там есть. И это дело мы тоже сегодня продадим. Посмотрим, что у нас будет по деньгам, потому что нам надо купить элеватор. Неплохо было бы, чтобы это всё дело как-то туда сгружать. Мы видим на юго-восточном порту у нас дороже всего принимается на данный момент соевые бобы. 1500 евро нам предлагают за это всё дело. Мы сразу же будем возить это всё дело туда, поэтому давайте. У нас как раз в полдевятого утра можно ставить всю технику в работу. Нам понадобится комбайн наш любимый и, соответственно, трактор, который у нас вроде как здесь должен быть. Да, вот он припаркован, с помощью которого мы будем всё это дело возить. В общем-то, давайте выставим технику. И, друзья, начнём мы, пожалуй, с того, что мы запишем сначала маршрут на вывоз вот этого вот всего дерьма на юго-восточный порт. Увы, как мы видим, находится он довольно-таки далеко, но надо, короче, сначала туда ездить продавать всё это дело. Поэтому начинаем у нас с этого, нажимаем запись маршрута и едем на юго-восточный порт. Субтитры сделал DimaTorzok И здесь же мы этот маршрут прекращаем. Соответственно, сохраняем его как поле 16 юго-восточный, да, он элеватор, Вост и Елев, вот так вот. Соответственно, ставим его на работу вместе с нашим Руссельмашем 330. Запускаем по маршруту, ищет комбайн и ждёт наполнения бункера. Соответственно, мы можем поставить комбайн на работу, сгенерируем ему обычный маршрут. У нас жадкость здесь 5-метровая, это поле уберётся быстрее, чем в прошлый раз убирался подсолнечник. По обычному маршруту мы его генерируем. Единственное, конечно, мы сначала чуть-чуть уберём вручную, потому что не хочет он стартовать по-человечески. И теперь запускаем. Он, в общем-то, пошёл, они вдвоём должны справиться. Ну и, друзья, пока у нас есть свободное, скажем так, время, мы можем выполнить какой-нибудь контрактик. И тут он и на 13 тысяч есть, и на 20 тысяч есть. Но это, да, уборка картофеля и уборка картофеля. Это, конечно, будет тот ещё геморрой. Но можно, в принципе, арендовать технику, поставить на курс плей, пускай работают. Есть также хороший контрактик на удобрение. Удобрение это априори хороший контрактик. 31 поле, но оно далеко находится, туда не очень хочется ехать. Вот, кстати, вот этот контрактик на хлопок можно выполнить его, в принципе, без проблем. Давайте возьмём вот этот сбор урожая хлопка принять. Только надо было арендовать технику, я накосячил. Отменяем его. Надеюсь, он, короче, не выгорит. Не, пропал контракт. Иногда они появляются, потом обратно, но иногда нет. Давайте вот эти два контракта выполним на тюкование. Вполне себе нормальные контрактики. Опять-таки, надо будет арендовать обязательно технику. Мне очень хочется взять что-нибудь на уборку картофеля. Давайте посмотрим 8 поле и 14, где они находятся и насколько они большие. 14 находится вот здесь у нас. Оно большое, 8 поменьше, находится около нашей базы. Но там деньги, понимаете, они нам сейчас нужны. 13 на этой самоуборочной машине. И вот этот прицепный курс плей может, короче, плохо работать. То есть, кто смотрел 17 ферму, знает, что это такой небольшой геморройчик, в общем-то. Вот, кстати, прополка на 6 поле. 2,5 тысячи можно, в принципе, в кредит. Это сколько? А, награда снизится? Нет, она не имеет смысла. Ладно, давайте возьмем вот этот за 13 тысяч в кредит. Награда снизится на 670 евро всего. Покупаем. Точнее, не покупаем. Мы берем технику в кредит. И, соответственно, беремся за выполнение этого контракта. Возить на зерновую мельницу, в принципе, не так далеко. Вот такое вот оборудование нам предоставляют. Большой прицепик и вот эту самоходную машину для уборки картофеля. Давайте сейчас перегоним это все дело на 8 поле. А для вас это, конечно же, просто как по щелчку пальца. И, друзья, пожалуй, первое, что мы с вами сделаем, это запишем курс плей на вывоз картофеля на зерновую мельницу. Это, конечно, немного странно, что именно туда оно возится. Кстати, можем ли продавать туда картофель? Вот самое интересное. Слушайте, мельница принимает. Просто дело в том, что остатки картофеля у нас будут проданы. А это может быть целый прицеп оказаться. В общем-то, в любом случае, это будут дополнительные деньги. Иногда так бывает, что это даже больше, чем сумма контракта. В любом случае, давайте сначала запишем курс плей маршрут на вывоз этого всего дела. Начнем мы его, пожалуй, наверное, вот из этого угла. Греново то, что трафик тут есть. Ну, ладно. Да, пожалуй, отсюда будет идеальное место, чтобы начать все это дело. В принципе, проехать можем практически по прямой. Поехали! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! И на этом мы, собственно, маршрут завершаем. Мы его даже не будем сохранять на самом деле, потому что я там накосячил в двух местах. Там один занос был. И один раз я свернул не там, где надо было, а что-то на проселочную дорогу. Ну да ладно. Ставим работу с комбайнами. Выбираем ему комбайн, вот этот вот Варитрон 470 Тера. И запускаем по маршруту. Они, короче, будут вместе работать. Но надо сначала выставить на работу, соответственно, картофель и уборочную вот эту хреновину. Выбираем, соответственно, поле 8. Расположение старта бла-бла-бла. Возврат на старт нет. Оно нам нахрен не надо, по сути дела. И поставим поворотную полосу хотя бы, наверное, раза 4. И, разумеется, против часовой стрелки, чтобы он отсюда начал работать. У нас, по-моему, справа находится вот эта вот выгрузная хреновина. Да, справа она находится. Поэтому лучше, чтобы это все дело у нас было справа. Соответственно, генерируем маршрут. Отъезжаем чуть-чуть назад. Проезжаем, точнее, включаем все это дело. Проезжаем чуть-чуть вперед. У нас же включилось все это дело, правильно? У нас что-то не включилось все это дело. А не, вон, включилось. А, я потому что случайно не опустил эту хреновину. Давайте еще раз назад. И еще раз вперед. И далее запускаем по маршруту со следующей ближайшей точки. Все, пускай работает, пускай убирает эту картошку. Надо было, наверное, еще с разворотом поставить, чтобы углы нормальные были. Ну, уже ладно. Хрен с ним. А эти ребята довольно быстро трудятся. Вот сколько времени прошло, вообще очень мало. Они уже почти пол поля убрали. Молодцы. Бобов не очень много. Сейчас 10 тысяч всего. Пол прицепа набита у нас у трактора. Так что, я думаю, он съездит туда всего лишь два раза где-то. Ну, посмотрим. Вот этим товарищам придется, конечно, покататься от души так. Да, надо было с разворотом ставить. Но да хрен с ним. Пускай убирает, так как убирает уже. Не будем париться из этих копеек. Главное, чтобы вот этот товарищ грамотно подъезжал к этой уборочной машине, чтобы они друг другу там не мешали никак. Сейчас мы, в принципе, это выясним. Нормально они работают или нет. Потому что с картофелью уборочной техникой всегда есть какие-то косяки. Курсплей никогда с ними адекватно не работал. Ну, то есть, прям так, чтобы вот прям хорошо было. Еду рядом с комбайном и не вижу его, да? Вот же шупырь, а. Вот как так можно? В принципе, ему можно продольное смещение поставить чуть-чуть подальше. Или он его пропустил? А, он его, скорее всего, пропустил, чтобы тот повернул нормально. Ладно, ну, вроде работают пацаны. Уже 3% выполнено. Короче, все это быстро будет. А про прополку я что-то не подумал о том, что почему мы должны вычитать вот эту 1300, если у нас есть свой полольник, и мы можем на своей технике поехать и выполнить этот контракт. Поэтому давайте его тоже примем. Удобрения за 7000 мы тоже примем. Это вполне себе легкие денежки, и грех таким не воспользоваться. Вообще, можно, в принципе, все контракты на удобрения принять. Почему бы и нет? У нас есть эти удобрения, они очень большой ящик, нам не надо все это дело пополнять. И вот этот тоже возьмем. Да. Так что поехали на 6-е поле, сейчас поставим полольник, а потом покатаемся, поудобряем вот эти поля. 6-е поле у нас, кстати, тоже рядом вполне находится, за 8-м. Поэтому не шибко далеко ехать, возьмем наш любимый фиатик. Правда, он вряд ли является и любимым, с учетом его скорости передвижения. Цепляем полольник и погнали. В принципе, тут никаких, не знаю, изощрений быть не должно. Мы по одной поворотной полосе пройдемся всего лишь. По часовой стрелке вот отсюда. Опять-таки, курс-плейчик, все дела. Поле номер 6, расположение старта, все как обычно. Возврат на старт, да. Нам эту технику потом еще гнать обратно. Под разворотом поставим, пускай будет так. Генерируем маршрут и со стартовой точки мы его прямо отсюда запускаем. И все, будет нам халявная копейка. Кстати, кто говорил по поводу там топлива, что здесь оно не закончится до конца игры, у нас вот сколько, третья серия, фиат почти закончился. Сегодня, по крайней мере, он, скорее всего, будет уже нуждаться в заправке. А мы пока переносимся в нашу оранжевую стару, которая претендует на звание любимого трактора. И на нем нам нужно удобрить 22-е, 25-е, 32-е и 31-е поля. Так, 22-е нашел, 32-е нашел, 31-е нашел, они рядом находятся. И 25-е. 25-е вот у нас прямо около базы, поэтому мы начнем именно с него. Заводим двигатель и погнали поливать удобрениями все поля. Мы такие вот добрые фермеры. Всем все удобряем. Тут это поле вообще маленькое, капец. Мне кажется, его вручную проще удобрить даже, чем курс-плей какой-то рисовать. Хотя, может, я удобрений больше потрачу на это дело. Ну да ладно. Поехали, в общем-то, вручную. Тут один кружок, по-моему, сделать и все, и готово. Контракт на поле 25 завершен. Замечательно, поэтому поехали в те края, где у нас находятся остальные поля. Они трохи побольше. Вот же говно. Мы, походу, не проедем на 32-е поле. Я, конечно, попытаюсь туда доехать. Но мне очень не хочется ехать просто вокруг. Плюс у нас же стоит мод на реальную массу. Он сейчас под горку может просто даже не подняться. С этим всем делом я не помню, на какие кнопки можно, там, не знаю, дифференциал заблокировать, например. Это даст трохи мощности дополнительной. Не, поднимается вроде. Нормально. Ну-ка, ну-ка, давай, друг. Хорошо. Поднялся здесь, по крайней мере. Еще вопрос, какой нас спуск ждет. И поднимется ли он обратно. Оно вроде должен подняться. Давайте-то поле тоже вручную мы пройдемся. Оно маленькое. И что, он не выполнен, хотите сказать? 96%. Блин, он эту полоску не засчитал. Я, конечно, не сомневаюсь, что я здесь кривовато прошел, но это обидно получилось. Видимо, надо было ставить курс-плей. Засранец, а. Все, готово. Поехали на 31-е поле. Оно побольше, там уже будем курс-плейчик ставить. Начинаем, как обычно, с середины и будем ездить по кругу. Это у нас поле номер 31. Росположение старта текущее, возврат на старт. Пускай, да вообще пофиг на него на самом деле. Поворотная полоса против часовой стрелки. И тут две их, наверное, будет всего. Одна даже получилась. Да, вот такой вот незамысловатый маршрут. Один раз вокруг проехать и один раз потом по центру запустить по маршруту со следующей ближайшей точки. И, соответственно, за минуту, я думаю, он справится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Контракт на поле 31 завершен. Прерываем маршрут, складываем это все дело, сбрасываем его и едем на 22-е поле. Оно у нас, благо, рядом, вон оно впереди, которое самое большое. Ну, не самое большое, а большое, короче, самое ближнее вот это поле напротив нас, которое находится. В принципе, здесь по маршруту то же самое. Побольше поворотных полос. Поле номер 22. Сгенерировать. Отъезжаем назад. И со стартовой точки погнал, друг. Мы тем временем посмотрим, как у нас дела у наших комбайнов. Тут все замечательно. Трактор, походу, поехал, да, отвозить. Да, у него 93%, он поехал отвозить бобы на этот самый юго-восточный порт, где он там находится. А, он уже почти приехал, кстати. И трактор набился на 50% за это время. Он может даже вернуться до того момента, как он на 100% заполнится, хотя я в этом немного сомневаюсь. Ладно, не суть важна, подождет он, ничего с ним не станет. Сейчас, кстати, денежки нам приплывут, я так понимаю. Мы посмотрим, сколько мы за это дело получим. Полонник потиху справляется. С ним вроде все хорошо. Нью-Холланд. Достигнут пункт разгрузки. Видите, сейчас он разгрузится. Или нет? Да, видите, вот на этих элеваторах он разгружается, на тех почему-то не хочет. Не знаю, с чем это связано. Вот этот, который наш элеватор, по сути дела, западный зерновой, на нем курсплей не разгружается. Я не знаю, почему, может сказать, это уже по фиксии, надо курсплейчик обновить. 30 тысяч у нас за прицеп, и еще один прицеп где-то у нас будет с этого поля. А вот эти пацаны что-то тут вот заерепенились, и не хотят, конечно же, они работать прям так, чтобы вот, что называется, по-человечески. Они еще и друг об друга застревают. Потому что прицеп вот этот, ну что ты творишь вообще? Охренел, что ли? Эй, дядя, угомонись. Не дает же выехать даже, зараза. О, не, все, этот сбился с маршрута, надо его тоже переставлять. Давай, друг, вот отсюда, с ближайшей точки. Погнал. Ну, хотя мы просто запускаем по маршруту. Едет он к комбайну, надеюсь, ну сейчас он, в принципе, загрузится уже почти на, почти целом. И поедет разгружаться. Там, в принципе, проблем быть не должно. Но надо будет их иногда, да, вставить, в общем-то. Следить за ними. Картошка это такое неблагодарное дело. Вот видите, прицеп выше, чем это самое, чем вот эта хреновина. Он и не может разгрузиться нормально. Ее ж можно как-то вот приподнять даже. Чего он не хочет сам этим заниматься? Глупый, что ли? Да, на 100% забит у нас прицеп. Поехал он разгружаться. Тут еще осталось. Но ему, видимо, придется, кстати, ждать долго. Но, кстати, возникла небольшая проблема. В том месте, в котором я говорил, что нас трохи занесло. И вот он, короче, немножко накосячил. Сейчас надо отсюда выбраться. И он, в общем-то, не сможет там нормально ездить. Еще трафик, вот он встал здесь. И будет же карабкаться по каждому миллиметру. Ладно, тут нам на помощь, на самом деле, придет наша суперсила. Потому что мы суперсильный человек. И можем спокойно вот так вот одной рукой поднять гигантский прицеп. Ну и, соответственно, трактор нам вообще никакого труда не составит просто поднести. Да, читерска, конечно, немножко. Но что поделать. Друзья, надо переписывать маршрут на вывоз. Он не может по нему ездить. Но вообще эту картошку еле тянет. Пятьдесят тонн. Они просто стали весить действительно пятьдесят тонн-то. Потому что он вообще стал неуправляемый с этим прицепом. Реально его нормально так кошмарить со стороны в сторону. Вообще непослушное дерьмо. Ну потому что пятьдесят тонн. Что вы хотите. Короче, у меня есть мысль записать маршрут на скорости десять километров в час. Ну, двадцать условно. Это будет долго, но, блин, оно хотя бы будет сто процентов работать. Если он сможет двадцать, конечно, поехать нормально. Есть, кстати, вот такой косяк здесь в курсплее. Выгрузной шнек со стороны посевов. Я не знаю, исправится это. Избегает движения по посевам, если мы его берем. А, исправляется. Едет он к нему. Все нормально. А вот этот товарищ уже давно закончил работу, но мы как-то не обращали на него внимания. Сворачиваем его и везем, соответственно, на базу. И трактор этот мы, друзья, с вами припаркуем где-нибудь вот здесь. Потому что в последующей его работой будет удобрить это поле перед следующим посевом. Так что, кстати, те уже тоже почти закончили. Тем временем контракт на поле шесть у нас завершен. Хотя ему еще много ехать вперед нужно дальше. Но мы завершаем этот контракт и этого чудика тоже везем на базу. Ну и паркуем, соответственно, этого пацана на базе. Как-нибудь аккуратненько мы сейчас это сделаем. Поставим прям по компасу, знаете, 180 градусов, чтобы все ровно и четко у нас было. Цепляем полонник и глушим вот это вот кленовину. Соответственно, пускай стоит. В нем 53 литра топлива осталось. То есть, это примерно на 2 часа работы ему тут осталось, соответственно. И, друзья, что-то мне, не знаю, жадность это или нет. В общем-то, захотелось еще вот этот контрактик выполнить. Даже мы арендуем технику для него. 3000 лишними не будут. 2700 получится. И плюс еще кукурузка лишняя. Там тоже какая-то копеечка прилетит. Нам нормальную технику дают для этого дела. И большой трактор с большим прицепиком. Поэтому давайте его тоже возьмем. Время у нас пока есть, пока все равно восьмое поле будет долго убираться. Хотя тут уже 37% он выполнен. Дают нам вот такую замечательную РСМ-ку. Мы с ней хорошо знакомы по 17-й ферме. Она у нас там чуть ли не основная. Была очень много работы она, соответственно, сделала. И в будущем я, кстати, планирую именно ее здесь приобрести. Короче, жадкая для кукурузы. В общем-то, собираем кукурузку с 18-го поля. Отсюда нам все это дело придется возить также на зерновую мельницу. И, честно говоря, что-то мне так лень нормальный маршрут рисовать, что, наверное, поедем мы с вами по полям просто насквозь на эту самую мельницу. Хрен с ним, не будем пользоваться больше этим маршрутом. Давайте его начинаем запись прямо вот отсюда. И поехали запишем маршрут. Музыка Все, друзья, вот здесь мы его останавливаем и запускаем сразу же по маршруту. Только ставим работу с комбайнами и выбираем ему RSM161. Все, пускай они работают. Соответственно, комбайн точно так же выставляем мы работать по маршруту. Ставим ему поле номер 16 и обычно, короче, маршрутик. Только это не 16-е поле, что я туплю-то, это 18-е. Да, все, друг, со стартовой точки погнал. Они должны вдвоем справиться. Извините меня, конечно, за то, что такой маршрут конченый получился. Просто это не то, из-за чего сейчас стоит париться. Очень сильно нужны деньги. А целый этот самый, он тоже же будет тяжело ему ездить с этим прицепом с кукурузой 45 тысяч. Поэтому посмотрим. Да, кстати, у нас жаточка побольше была чуть-чуть на нашем комбайне в 17-й ферме. На этом же комбайне, только у нас 9-метровый, а здесь на 6 метров жадка. Ну, они справятся. В любом случае, ничто не должно им помешать. И, друзья, смотрите, что я обнаружил. У нас Нью-Холланд уже 93% наполнен. Он уехал. Сейчас я вот на травку переведу, чтобы видно было. В него полтонны, точнее полторы, не влезло. И как раз вот эти полторы тонны сейчас будут именно на этой последней полосочке. И, в общем-то, немного обидно, что это собралось. Ну, с другой стороны, мы это высыпем в Нью-Холланд. И я на этот элеватор, который слева от нас, вскинем. И хрен с ним, пускай оно там лежит. Он просто уже почти добрался. И останавливать его, скажем так, поздно. Еще 30 тысяч нам, соответственно, прилетает за соевые бобы. Тем самым, вот этот друг у нас закончил свою работу. Его мы можем даже снимать прямо отсюда. Единственное, сейчас ждем пока приедет Нью-Холланд, чтобы высыпать все это дело. Хотя, мне кажется, мы быстрее на комбайне доедем до элеватора и там это дело высыпем. Вот так вот. И все. И не придется даже Нью-Холланд гнать. Пускай лежит эти две тысячи, мало ли, когда-нибудь пригодятся. Соответственно, Нью-Холланд доставим на базу в стойло. Он отработал свое. Топлива в нем, кстати, тоже уже мало осталось. На час работы буквально хватит. 60 литров. И потребление у него 60 литров в час почти. Я понял, в принципе, чье место. Я думал, что у нас здесь свободное место. Вроде все инструменты здесь находятся. Поэтому давайте-ка мы отгоним отсюда полонник. Поставим там, где он стоял раньше. А комбайн, соответственно, поставим сюда. Все-таки как-то здесь ему... Не знаю, мне больше нравится, чтобы он стоял именно в этом месте. Вот этот товарищ. Пускай он стоит вот здесь. Соответственно, комбайн мы... Только единственное, хочется его еще задом поставить. Все, глушим, соответственно, двигатель. Выходим. И давайте-ка мы его сполоснем нашим керхером. Он вроде как должен дотянуться до комбайна. И до жатки дотягивается. Замечательно. Теперь он стоит чистенький. И все замечательно. Ну и раз он с поля убрано, Давайте-ка мы поставим его удобрять. Вот наш трактор, который будет этим заниматься. Выставляем его примерно вот сюда. Генерируем обычный маршрут на 16-е поле. Я не помню сколько он. У нас тут 4, 3, 2. Да, все правильно. 2 и 1 посерединке. Со стартовой точки запускаем. Пускай удобряет наше поле. Тем временем картошку он вот отвез. Возит нормально. Доехал без приключений. Это замечательно. Сколько он там у нас? 58% выполнен на контракт. Это неплохо. Вот этот товарищ у нас, Нью-Холланд, тоже вернулся с работы. Мы его снимаем с маршрута и паркуем на нашу стоянку. Только, может быть, его тоже стоит сполоснуть. Все-таки он уже успел тут накатать. Давайте мы так и сделаем. Вернем, соответственно, на Керхер и поливаем Нью-Холланд водицей. И съездим его, соответственно, припаркуем на свое законное место. Правда, я не знаю, где его законное место, но привык он у нас там стоять. Соответственно, на нашей импровизированной базе. Я думаю, через пару серий у нас уже будет именно своя база, прям вот такая, какая вот надо. Построенная, красивая, с гаражами, с домиком, с Керхером, с автомастерской, с Блэкджеком и... Ну, вы поняли. Все, друг, ты стоишь у нас здесь. А мы пока что возьмем нашего любимого оранжевого Фиата, подцепим к нему сейлку и засеем чем-нибудь в поле. Правда, я вот на данный момент не знаю чем, но, наверное, это будет канола. Почему-то мне вот так вот хочется. Цепляем сейлку. Или опять бобы, в принципе, неплохую. Давайте канолу засеем, и как раз у нас в следующей серии можно будет сравнить, что же выращивать выгоднее канолу или соевые бобики. Я надеюсь, кстати, что он справится за 2 часа работы, потому что топлива у нас даже меньше, чем на 2 часа. Поворотную полосу мы ему убираем, хотя на самом деле мы ему поставим их даже 3 и с разворотом, потому что у нас последние вот эти проходы около столбов, около железной дороги могут вызвать некоторые проблемы. Только единственное, что давай-ка, друг, ты будешь работать против часовой стрелки, и, соответственно, выставим мы тебя на середину поля. Блин, маленькая сейлка долго будет сеять. Давай, наше любимое 16 поле, точнее, единственное со стартовой точки, а, стоять, друг, мы тебе на пополнение не то самое поле 16 семена добавляем. Теперь со стартовой точки ты можешь спокойно ехать, работать и сеять поле. Его не нужно пахать плугом сейчас было, его не нужно было, соответственно, культивировать, потому что у нас сейлка, его не нужно было посыпать известью, просто удобрили. Сейчас засеем, потом еще раз сразу же удобрим и все, ждем урожая. Единственное, потом еще прополоть, наверное, надо будет, если сорнячки не взойдут до того, как успеет оно посеяться. Вот не люблю я, когда, знаете, вот не успел посеять, и они уже растут. Потом, короче, надо еще раз полоть. Кукурузка, тем временем, кстати, тоже довольно быстро убирается. Мы тут пока сейлку поставили, пока то, пока сё, а тут уже почти все поле и убрано, совсем мало осталось. И судя по тому, что у нас 55%, наш трактор вот этот не ездил возить эту кукурузу, не ездил возить, короче, не отвозил. Хотя, кто знает, кто знает, может быть и ездил. Удобрелка, тем самым, тоже закончил свою работу, очень быстро, очень оперативно. И мы его тоже везем, паркуем, соответственно, на базу. У меня больше ничего удобрять сегодня точно не хочется, уже очень много мы всего сделали. Ждем окончания посева и уборки вот этих двух полей. Одно так быстро уберется с картошкой, придется, конечно, подождать чуть-чуть. Хотя нет, куда мы его паркуем, нам же после посева еще раз придется здесь пройтись. Я что-то совсем берега попутал. Давай, друг, стой у нас вот здесь вот, где-нибудь вот так. Вот так вот, замечательно. Стой здесь. Я думаю, мешать-то не будешь. Сеяться будет долго, наверное, да? Сколько ты обещаешь по времени? Полтора часа. И ты еще 40 минут обещаешь работать. Ну ладно. Ну и, друзья, закончил у нас работать Ростельмаш по уборке кукурузы. Так что мы сейчас можем спокойно его разгрузить и отправить нашу кукурузку отвестись. И, соответственно, там тоже какую-то копейку мы еще получим за то, что она у нас, скажем так, там излишек какой-то все равно будет. Давайте подставим вот сюда. Вот он подъедет, разгрузится. Должен адекватно это сделать. Я на это надеюсь. Маршрут мы, соответственно, сбрасываем. Что нам какой-то очень большой прицеп дали на такое поле. Я не знаю, как это работает, как они считают, какой прицеп давать. Но да ладно. В любом случае, одна ходка у него всего. Пускай едет и отвозит. Нам же лучше, меньше работы. Отправить на разгрузку. Глушим комбайн. Посмотрим нам. Надеюсь, копейка какая-то за излишек прилетит. Ну, посмотрим, что сейчас будет. Будет какой излишек у нас или не будет. Но должен быть. Теоретически. Высыпается все это дело. Да, контракт завершен. Остальное нам идет в копилку. И 5000 еще лишних получилось. То есть у нас 3000 за контракт чисто. И 5000 за излишек кукурузы. Из-за того, что мы все собрали. Вот такие вот мы с вами молодцы. И друзья, пока у нас есть в распоряжении вот этот самый трактор. Я хочу съездить и на нем отвезти наши подсолнечники. Поскольку у нас их 28000. Наш прицеп на 21. А этот на 45. Мы можем за одну ходку на этом тракторе, соответственно, все это дело отвезти без проблем. Только давайте выйдем на дорогу. Я вообще небольшой любитель вот так вот по полям срезать. Что я вот психанул, когда маршрут записывал. С одной стороны, вы можете сказать, что я хитрожопый. С другой стороны, ну а что, не тратить же нам свою технику на то, чтобы отвезти, что-то повозить. Загружаем подсолнечник. У нас 28 тонн этого добра есть. Хотя я смотрю по весу, он как-то набирается не шибко быстро. То есть весит он немного. На юго-восточном порту у нас самая высокая цена. 1400. Соответственно, 40000 примерно мы получим за этот прицеп. И это не так уж и плохо. Поэтому поехали, съездим и продадим. Этот прицеп, знаете ли, тоже не шибко послушный был в управлении. Все-таки масса немножко сказывается на этих тракторах. Что его водило задницу трохи. Но да ладно. Продаем это все дело. Да, 39 946. 40 тысяч мы получаем. Оставляем трактор здесь. Никуда мы его не повезем. Он у нас аренный. Пропадет, когда мы контракт примем. Посев у нас тем самым идет. Все с ним нормально. Она катается себе на здоровье. И пускай катается. Кстати, надо бы заправить этот трактор. Потому что 33 литра в час он употребляет в среднем. 30. Не знаю, как с горки. Но у него 40 литров топлива осталось. Вот эти пацаны вроде как работают. Уже скоро закончат. Я так понимаю. Вот этот прицеп даст нам почти 100% выполнения контрактов. И все, что остальное мы соберем. Это тоже будет наш, скажем так, бонус. И давайте, раз уж такое дело. Есть пока у нас свободное время. Мы возьмем вот этот трактор. Возьмем оранжевую бочку. Съездим на заправку. Заправим ее. И чтобы у нас не было проблем с топливом. Чтобы оно внезапно не закончилось. Мы... В общем, оно у нас будет. Плюс у нас пока что есть немного свободных денег. Которые мы можем потратить. Нам на элеватор хватит. Мы в следующей серии придумаем, куда его поставить. Я пока, честно говоря, не придумал. Вот нет у меня пока идей никаких. Давайте только посмотрим, где у нас ближайшая заправка. Потому что я на этой карте, честно говоря, не шибко-то шарю. Ближайшая заправка у нас будет около северно-западного порта. Поэтому поедем туда. Пересечем мы наше поле, наше территория. Мы можем по нему свободно ездить. В общем-то поехали заправим все это дело. У нас сначала наш трактор заправляется. Ну да ладно. Заправили. 59 евро мы всего за это заплатили. Вот эта хреновина будет заправляться несколько дольше. Пускай заправляется. А этот бедолага еле едет под горку. Не может. Совсем ему тяжко. Да уж. Картошка все-таки тяжелая хреновина. Хотя вот этот трактор с горки, он если едет, то в среднем 20 литров в час тратит. Но все равно надо заправить. Потому что не доедет он до конца. Вот чую прям. А, это он кстати еще сейлка выключена у него была. Поэтому такой низкий был. Сейчас он начнет, ну сейчас он под горку поедет. В любом случае, надо заправлять. Бочка заливается довольно-таки медленно. А денежки капают. Ну топливо примерно плюс-минус там 1 евро стоит у нас. То есть мы 3750 литров займем, зальем и примерно 4-5 тысяч на это дело в сумме и потратим. Ну да, 4500 у нас ушло на топливо. Ничего страшного. Нам этой бочки в принципе надолго хватит. То есть потребление у них конечно есть, оно чувствуется. Но мы к тому времени, мы уже я надеюсь, как-то более-менее разбогатеем. И у нас уже оборот будет побольше, чем на данный момент. Хотя сегодня вот мы за серию 150 тысяч заработали на двух полях. И плюс еще у нас контрактики висят. Так что все нормально. Ну 150 тысяч на двух полях это я загнул конечно, но все равно у нас еще контрактики. Я думаю, что 1170, я надеюсь точнее, у нас в конце серии этой будет на счету. Я просто мне сейчас впадло считать сумму всех этих контрактов. Неизвестно еще сколько у нас будет бонус с картошки. А мы же друзья подъезжаем вот к этому трактору и он у нас сам сейчас заправится. Вот кстати заправка идет быстрее. И все, он так быстро заправился. А что он не едет дальше? Он поехал дальше. А, и да, и полный бак, но у него 200 литров всего. Заправка быстро происходит здесь. Наполнение этих самых долго. Ладно, паркуем эту самую телегу и ждем пока картошка уберется. И друзья, у нас закончилась уборка картофеля. Но знаете, что я подумал? У нас же тут в принципе это почти две целых полоски. Осталось, давайте мы их соберем. Я их даже вручную, пожалуй, соберу. Че нам картошку-то терять зря? Правильно? Поэтому давайте сейчас вручную просто пройдемся туда-обратно два раза. Только он что-то не собирает, потому что ж я лошара. Я ж не включил эту уборочную хрень. Так что едем обратно. Собираем, отправляем на разгрузку. У нас как раз в прицепе есть место. И все шикарно. А вот что трактор делает? Вот хрен его знает. Куда он поехал? Ну стой теперь там буксуй раз, ты идиот. Что мне сделать? У меня тут пустой бункер, так что мне нормально. И, кстати, нам вот пришло контракт на поле 8 завершен. То есть мы все выполнили, и все, что в прицепе сейчас нагружено, а там, между прочим, 22 тонны картофеля, плюс мы еще где-то тонну-полторы сейчас соберем здесь, это все будет просто продано. Поэтому копейка будет нормальной такой. И знаете, даже больше, чем 2,5 мы здесь собрали. Короче, все. Хорошо, выключаем мы эту хреновину. Берем вот этот трактор. Сейчас мы его отсюда достанем. Сами отвезем, продадим, кинем трактор там и соберем все контракты. А вообще мельница на ЖД-станции принимает это все дело даже подороже чуть-чуть. Не намного, но подороже. И может быть, ребята, давайте-ка мы выгрузим это все себе, словим поезд и на поезде отвезем на мельницу ЖД-станции. Как вам идея? По мне так вполне логично и здравомысляще. Плюс у нас там еще лежит 12 тонн свеклы, которую тоже можно на мельницу ЖД-станции отвезти. Я за кадром пытался выполнить контракт, но что-то как-то психанул. Я, честно говоря, не помню. Это неделю назад было. Вот. Поэтому что-то как-то у меня не срослось. Так что давайте высыпем. Главное еще поезд перехватить. Или вообще через меню у нас есть фича переключаться на поезда. Мы ее сейчас включим, потому что я ее выключал, чтобы она не мешала. Высыпаем это все добро себе. Трактор мы бросаем вот здесь. Глушим двигатель. Включаем хреновину переключаться на поезда. Сохраним игру на всякий случай. А вот и наш поезд. И находится он... Ну ладно, не так уж далеко. Поехали на нашу... Эту самую. На наш элеватор. И поезд, кстати, 11 часов накатал. Это вот, видимо, все время игры нашей. И, честно говоря, миллион лет уже не ездил на поезде в этой игре. И поэтому хрен его знает, какой тормозной путь у него. Ну, вроде как я довольно-таки аккуратненько припарковался. Так, надо, видимо, как-то открыть крышку. Ну, это же рецепт зерновой, правильно? Я же все правильно понимаю. Нет? Видимо, нет. Видимо, только один у нас зерновой. Вот здесь, да. Начать заполнение дает. У нас тут есть чуть-чуть бобов. Картофель. Ну, давайте. Ладно, картофель загрузим. И туда только зерно у нас идет. Ну, это как-то неправильно. Должен же он как-то открываться. А, можно же вот все правильно. Можно же по вагончикам переключаться. Давайте еще раз попробуем. Я потому что имею свойство тупить. У нас еще 180 тысяч чего-либо можно загрузить. О, открыть крышку. О, еще огонь. Свекла. Загрузить. Закрываем крышку. И, соответственно, поехали на мельницу уже дистанции. Сколько нам ехать? Нам совсем мало ехать. Она у нас близко находится. Но мы вот за один раз вот так вот отвезем и то, и другое. Останавливаемся. Вполне себе ровненько, четенько. Продаем свеклу. 3,5 тысячи. В принципе, сейчас для нас это деньги. И картошечку кто-нибудь не дает? А, надо опять на вагон переключаться, в общем-то. Высыпаем картошку. Посмотрим, сколько мы за нее получим. Глушим двигатель поезда, пускай стоит здесь. 10 тысяч почти мы получили. Выключаем обратно переключение на поезда. Оно нам нахрен больше не надо. По крайней мере, в ближайшее время. И давайте-ка посмотрим по контрактам. Вот 27 тысяч, это за что? Свекла, ешкин кот. Слушайте, я бы такой штукой, может быть, даже и собирал бы свеклу. Тут прям меняют все планы. Так, собирать, 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 собирать. 192 тысячи у нас есть. Сколько мы за контракт получили? Есть тут эта статистика, да? 117 тысяч у нас ушло за продажу, точнее пришло нам. И 31 тысячу за контракты. Замечательно. Неплохо, очень неплохо. Блин, мне прямо нравится вот этот вот за 27 тысяч контрактик. Ладно, друзья. Значит, что мы сейчас делаем? У нас тут продолжается посев. Он, в принципе, будет еще какое-то время проходить. Я, разумеется, сейчас прервусь. И знаете что? Следующую серию мы начнем уже с уборки этого поля, соответственно. Но между сериями, пока вот это все закончится, плюс еще надо будет прополоть поле, у нас будет стрим, на котором мы будем фармить денежку. Стрим будет вечером во вторник или в среду. А может быть и тогда, и тогда. Но, в общем-то, посмотрим как там. Или днем. Короче, вот в эти дни, хотя я не знаю, когда эта серия выйдет, эта серия может в понедельник только выйдет, или даже во вторник. Короче, вторник-среда у меня будут стримы. И мы, соответственно, повыполняем контракты, пофармим деньги, поболтаем там и так далее. Вот. Скажем так, закадровые работы. От вас же я, ребята, жду Алойсика. Если вы не подписались еще на канал, то подпишитесь, потому что впереди много всего интересного. Там, интересно, карьерка по 17 еще назревает у нас, хоть она и игра, скажем так, не самая актуальная, но есть там чем заниматься. Карты интересные все-таки есть, не пройденные. Ну и пишите в свои комментарии, что вы думаете по поводу этой карьеры, где нам построить элеватор и, может быть, сначала мастерскую построить. В общем-то, я буду рад послушать все ваши мнения, точнее, почитать. С вами был Никита Дилэй, всем всего доброго, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok